Доброй ночи. У нас новость для вас, которую я повторяю уже неделю. Аудитория всякий раз подключается новая. Работает сайт. Сайт телекомпании НТВ. Адрес его сейчас на вашем экране. Я говорю это потому, что там вы можете найти информацию, более-менее подробную информацию о тех программах, которые уже выходили в эфире в это время. А сразу после небольшой рекламы мы вернемся до того, чтобы поговорить о том, что такое интеллект. Передается он по наследству или создается средой культуры. Теперь реклама, да. Можете продолжить мысль. Ну так вот, понимаете, если мы возьмем физику как область человеческого знания, и допустим, самая сложность в ее структурировании заключается в том, чтобы выделить в ней какие-то базовые отношения, которые имеет смысл осваивать. Да, и которые представлены в разных других областях. Ну, например, отношения симметрии, да, или там отношения взаимодействия, или там сохранения, да, вот закон о сохранении. Вот если мы так увидим, что существуют какие-то фундаментальные, основные свойства, да, которые могут проявляться на разных уровнях, тогда это имеет смысл. Оно будет действительно, как вы говорите, структурировать немышление и все остальное. А если это набор сведений, вот как, вот я был в нашей школе экспериментальной в Москве, в которой я с удовольствием занимаюсь и вообще получаю большое удовольствие от общения с педагогами и детьми. И так вот там проходит школу-аттестацию и тест по физике. Например, кто открыл закон Кулона? Ну, да, понимаете, это как бы тест по физике, да? И три варианта ответить. Да, да. Кулон, Мулон и нет. А, да, есть, например, тест по психологии. Вот в вузах, вот в этих, там, по Выгодскому, вы, наверное, знаете Выгодскому, значит, высшая психическая функция появляется на сцене один раз, два раза, три раза, четыре раза. Понимаете, да, все? Вообще. Да. Поэтому тут, конечно. Я к этому тестированию очень скверно отношусь. Да, тестирование – это гибель системы. Это они между собой переговорят. Ну, понятно. Да, поэтому вот если говорить обо всем этом, то очень многое зависит от системы образования. Чему учить и как учить. Конечно. Потому что можно дать такие сведения, которые запомнят человека на всю жизнь и никогда ему не пригодятся. И он будет работать. Надо только давать отчет в том, что хорошее образование – это будущее страны, будущее общества. Безусловно, поэтому оно должно быть. Поэтому экспериментировать в этой области надо очень осторожно. А кроме того, ведь есть правило, а добра-добра не ищем. Да. Ну, хоть держались же как-то на фоне всех остальных со среднего образования. Да нет. И причем, знаете, мне рассказываешь, когда к нам приезжал то ли Никсон, то ли Рейган, я не помню, кто из них, он где-то тут у нас выступал и говорил, берегите ваше народное образование, оно у вас лучшее в мире. Это так. А потом, есть же то, что в медицине называется отдаленными последствиями, прекрасная научная школа, да, при всех сложностях нашей жизни, все-таки математическая школа великолепная, биологическая. И искусство было очень хорошее. И балет, и музыка. Ну, при том, что что-то там… Не все потеряно, понимаете. Ну, нет, когда-нибудь возродится, конечно, только чем страна за это заплатит, вот ведь что. Нет, ну ничего, когда-нибудь, это уж не первый раз в истории России. Как-то она возрождается, но только непонятно зачем. Черчилль когда-то говорил, что он преклоняется перед большевиками за их способность сначала создать в себе трудности, а потом героически преодолевать их. Да, это, кстати, национальная идея, все-таки. Да, конечно, история. Мне кажется, это не национальная идея. Ну, он так это локализовал. Линия общей судьбы. Он так это локализовал. Создать трудности, а потом их продолжать. А то, что-то скучно жить стало. Давайте к нам идем. Да, слишком хорошо. Мы в эфире, и для начала я попросил у вас об одолжении, поскольку я, готовясь к этой теме, пережил ни одну, ни две даже дискуссии, причем очень эмоциональные дискуссии. Тут уже наслышан. Да, общаясь и с вашими учениками в том числе. Я бы очень хотел начать с определения, собственно, такой интеллект. Потому как я вот, даже сунувшись в справочную литературу, понял, что определения этих ни одно и ни два. Прежде чем мы начнем обсуждать что-то, хотелось бы договориться. Да, о чем мы говорим? Что такое интеллект? Ну, это хорошо, что вы так вопрос ставите, потому что существует действительно достаточно разнообразное понимание интеллекта. Ну, вот я бы остановился на таких трех подходах к пониманию интеллекта. Интеллект как некоторая общая способность в стиле Бене. Да, интеллект как, ну, скажем так, механизм, универсальный механизм адаптации к различным ситуациям в стиле Пиаже. И интеллект как некая совокупность способностей. Ну, вот уже дальше возникает проблема, что такое способности. Ну, это уже как бы другой разговор. И вот мне кажется, что мы, вот если будем смотреть на интеллект как на некую, ну, структуру способностей, то более или менее, наверное, будет понятно. То есть структура способностей. Да, ну, совокупность способностей. Ну, и еще отношения между ними растут. Да, ну, да. То есть способности, ну, определенные, допустим, познавательные, например, способности, между которыми существуют какие-то там отношения. То есть они не существуют изолированно. Да, наверное. Вы согласны с этим определением? Ой, как вам сказать, и да, и нет. Уже хорошо. Дело все в том, что на самом деле определение интеллекта, по-моему, столько же, сколько людей, которые им занимаются. Вот. И действительно, одного общепризнанного определения интеллекта нет. Есть разные подходы, и каждый из них по-своему правильный. Единственное, что могу сказать. Недавно в одной книжке мне попала, американской, мне попалась ссылка такая, к сожалению, самой этой работы я не видела. На основании обобщения 10 тысяч работ относительно связи между индивидуальными особенностями психики человека и его профессиональной успешности, человек, автор этого мета-анализа, приходит к выводу, что единственная психологическая характеристика, которая связана с профессиональной успешностью, это его интеллект, ни темперамент, ни память отдельно, ни внимания отдельно, ни все остальное. Причем речь идет о психометрическом так называемом интеллекте, то есть том, который измеряется просто тестами. Тем самым тестами на IQ, да? Тестами на IQ. Они разные в зависимости от того, каким возрастом человек работает и так далее. За этими тестами действительно не стоит никакое определение интеллекта, теоретическое. Вот Бене приписывает фразу «интеллект – это то, что измеряют мои тесты». Не больше. Но практически авторам тестов, в частности Лекслеру, удалось нащупать какие-то показатели, которые действительно высоко коррелируют с школьной успешностью, с профессиональной успешностью. И это воспроизводится в разных странах, при разных стилях обыкновения. То есть, грубо говоря, тот, кто получает более высокую оценку по этому тесту, он более успешен в школе, в профессиональной деятельности. Да, в среднем это статистически из-за экономики. Не так однозначно, но... Нет, ну там корреляция есть. Грубо говоря, я сказал. Но, понимаете, это не так удивительно даже, потому что у того же Лекслера первый тест, что осведомленность, что выучил. Да. Там словами запасы, все прочее. Но, тем не менее, тем не менее, значит, что-то такое он нащупал давно. А что это за деления такие странные на вербальный интеллект и невербальный интеллект? Ну, вот здесь мы... Ну, грубо говоря, вербальный интеллект измеряется с помощью методик, которые выражены в вербальной форме и требуют ответов вербально, в принципе. А невербальный интеллект, это, грубо говоря, образный интеллект. Так. Ну да, пространственные способности. Да, все, для чего, для решения задач этого класса не требуется вербализация. Дело все в том, простите, что вербальный интеллект, когда были тесты эти созданы, то достаточно быстро обнаружилось, что вербальный интеллект все-таки сильно связан и сильно зависит от образованности, от обучения. И вот для того, чтобы освободиться от влияния культуры, был бы созданы вот эти невербальные тесты. Предполагалось, что они не зависят от языка, от обучения уровней, от знаний человека. Ну, потому что там решается сложение фигурок, такие вот вещи, которые... Вот тут мы подошли к самому интересному, на мой взгляд. Если даже в тестах на интеллект пытались уйти от влияния культуры, значит, предполагалось, что интеллект так или иначе генетически детерминирован. Что это некая врожденная, назовем это структура, способность, да, отношение способностей, которая, так же, как и любой другой генетический, как это называется точно, в генетике я не помню. Ну, признак. Признак, да. Генетический признак, да, имеет определенный коридор, определенный норм реакции. Да, определенный. Да, то есть, вот дала Матушка Природа вот столько. Всеми усилиями культуры мы можем достичь вот этого потолка. При отсутствии усилий культуры вот этого потолка. Влияет среда и давит определенно где-то здесь, не влияет где-то тут. Но так или иначе, это врожденная способность. Вот так это или не так? Вот я призываю вас на эту тему сегодня поговорить. Но давайте мы, вот я дословно эту тему скажу. Вот, наверное, можно говорить о том, что существуют некие классы задач, которые в процессе своей жизни человек должен решать в любой культуре. Ну, например, там, определение расстояния от одного объекта до другого. Ну, я так, в качестве примера говорю. Вот. И тогда можно было бы согласиться вот с таким натуральным подходом к пониманию интеллекта. Но мне кажется, что вот проблема интеллекта вот в русле вот такого натурального взгляда, она нерешаема, к сожалению. Потому что вот я, это вот моя позиция, я глубоко в этом убежден, что человек это существо культуры. И поэтому задачи, которые вот он решает, это задачи, которые содержатся в самой культуре. Вот. Поэтому, а движение в культуре, оно определяется способами культурно принятыми. Да? Или непринятыми культурно. То есть, грубо говоря, одну и ту же задачу можно решить разными способами. И тогда, вот, если бы, может быть, ваша логика прошла бы в том случае, если бы мы говорили, что все решают одну и ту же задачу одним и тем же способом. И тогда, наверное, мы могли бы сказать, что вот генетический фактор тогда начинает выплывать на первый план. А вот если способы разные, одни способы могут быть при хорошей генетике неэффективными, а другие при плохой генетике окажутся более эффективными. Я потом приведу пример. И тогда окажется, что вот не совсем эта логика однозначна. Но, с другой стороны, для решения любой задачи в культурном контексте или вне его, существует, как вы справедливо сказали, несколько способов решения этой задачи. Но врожденная способность, повышенная способность к поливариативности, да, то есть к выбору может быть даже решение, которое находится вне контекста культуры, в которой находится субъект. И это так или иначе показывает, что у него больше данных заложено от природы для того, чтобы успешнее решить эту задачу. А у другого меньше. То есть, еще проще. Верно ли утверждение, что одни люди рождены умнее, а другие глупее? Вот что я пытаюсь. Для крайних случаев, скажем так, крайних случаев генетической патологии, наверное, да. Нет, мы берем норму. А если мы берем норму, то я тогда вот скажу. У нас получился один любопытный результат, вот как раз по московской школе, в которой мы проводим эксперимент 17-16. Мы увидели, что в процессе обучения с годами, там вот уже 10 лет работаем, вот тест Векслера, например, о котором мы говорили, дает устойчивое повышение ИКУ с возрастом, что по логике вещей, если так правильно проинтерпретировать, указывает на то, что существует фактор, который активно влияет на интеллект. Что с точки зрения Векслера вообще, в принципе, нотсенц. Потому что интеллект, вроде бы, как некая способность врожденная, должен оставаться одним и тем же. Нет, я имею в виду возрастная норма. Все-таки каковы отношения между врожденными способностями и способностями развить врожденные способности у индивидуума? Понимаете, тут так. Значит, во-первых, наследственность и среда – это не альтернатива, это не или-или. Когда речь идет о психологических признаках, а не о цвете глаз, о цвете волос, то нет ни одного признака, который зависел бы только от наследственности. Таких не бывает. За исключением патологии. Даже и там среда нужна. Среда может модифицировать, иногда она выступает в роли триггера. Но я сейчас имею в виду варианты норм. Значит, любой психологический признак есть результаты взаимодействия наследственности и среды. Это абсолютно истина. Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Да. При равновлияющей среде. Да. Вот теперь, значит, следующий шаг. Следующих шагов два. Значит, во-первых, каждый человек генетически уникален абсолютно. Как писал Николай Петрович Дубинин, на Земле не было, нет и никогда не будет двух людей с одинаковым набором генов, кроме монозиготных близнецов. А один американский наш коллега, но теперь он англичан, профессор Пломин, то же самое выразил немножечко иначе. Он говорил, что каждый из нас есть уникальный генетический эксперимент, который никогда больше не повторится. Это не метафора, это научная реальность. Значит, во-первых, каждый человек генетически действительно уникален. Это неповторимая генетическая индивидуальность. Второе, что важно понять. Значит, признаки могут быть моногенные и полигенные, и даже мультифакторные их называют. Это означает, что мультифакторный признак определяется очень большим количеством генов и столь же большим количеством средовых воздействий. И вот все психологические признаки, есть признаки мультифакторные. А понятие нормы реакции было разработано применительно к одному гену. Поэтому вот сколько генов детерминирует наш интеллект, никому неизвестно пока. Теоретики называют кто сотни, кто даже тысячи генов. Вот каждый отдельный ген имеет свою норму реакции. Все вместе они образуют некую систему, применительно которой сказать, что такое норма реакции системы, сегодня просто невозможно. Понимаете, поэтому вроде бы теоретически действительно есть какой-то диапазон возможностей. И вот среда напишет или у одного конца, или у другого. На самом деле этот диапазон возможностей, когда речь идет о признаках, детерминируемых по меньшей мере многими сотнями генов. Вот сказать, что такой диапазон возможностей очень трудно. И наконец третье. Когда речь идет опять же о психологических признаках, об интеллекте, вмешивается еще одна вещь. Ведь одну и ту же тестовую, ну даже без тестов, просто интеллектуальную задачку. Разные люди могут решать разными способами. Один там наглядно-образным, например, он будет представлять себе там что-то. А другой вербально-логическим, в результате строгого логического анализа ситуации, задачки самой и так далее. Это разные психологические механизмы. Это разные даже физиологические механизмы. И, соответственно, это разные гены. А задачка-то одна и та же. Понимаете? Поэтому, ну в идеале, например, если мы видим, что у человека, ну вот такое бывает, там плохое пространственное мышление. Да? И ему не удаются решения задачек при помощи вот наглядно-образного. Прекрасно, если ты хороший педагог, переведи этого ребенка на вербально-логическое выполнение той же самой задачки. Это возможно... или наоборот. То есть... Поэтому это все, когда речь идет вот о психологических признаках, вот в силу даже тех причин, а есть еще другие причины. Понимаете, невозможно ставить вопрос о наследуемости признака, ну так, как мы говорим о патологии. А вот цвете глаз, цвете волос, там каких-то еще психологических, таких анатомических, физиологических признаков. Психологический признак это особый. Вот у многих, не у многих, правда, у некоторых исследователей есть очень образное выражение, что это признак события. События, а не структура. Я бы, вот, позвольте, я добавлю, просто вот Инна Владимировна затронула тему, для меня интересную, которой мы реально занимаемся. Во-первых, я бы хотел сказать вот следующее, что когда мы имеем дело с реальным ребенком, мы можем все что угодно говорить про генетику, но если ребенок более или менее здоров или нормален, скажем так, с точки зрения, допустим, генетики, то задачи, которые решает каждый родитель, да, по своей, скажем, сложности, они генетически не определяются. Вот реальные практические задачи, которые решает педагог. Даже если мы возьмем случай, вот, как вы говорите, ребенка дошкольного возраста и сложности пространственной ориентировки, которая, казалось бы, для детей, ну, допустим, там, пятилетнего возраста представляет известную трудность. Ну, вот, я бы здесь просто вспомнил теорию способностей, которую разрабатывал Леонид Абрамович Венгер, и ту программу детского развития, которая была создана на основе этой теории, в общем, наша лаборатория этим занимается. Так, там одна из идей, которая характерна для развития дошкольного возраста, это опора на наглядные средства, да, и она дает возможность детей научить или развить у них вот эту способность ориентироваться в пространстве, вплоть до того, что ребенок может читать чертежи и строить схему пути от детского сада до дома, строить план своей улицы, города, и ориентироваться по этому плану, и, как бы, в реальности не хуже, чем взрослый. Но проблема здесь тогда заключается в чем? Где мы будем искать основной ресурс к детскому развитию? Это особая технология, как бы, образования и работы с этими детьми. Если мы там будем искать ресурс, то тогда, понимаете, конечно, это не очевидно. Человеку, который пришел в детский сад, увидел ребенка, ну, что у него, естественно, ему там хочется там, ну, сказку прочесть там, ну, попрыгать там, как обычно там родители там, ну, мячик там побросать или еще что-то. А такая технология, она оказывается настолько эффективной, что такой ребенок, ну, скажем там, в плане пространственных представлений, он может там и три проекции там и так далее, все, что связано с этими пространственными отношениями, уже потом в дальнейшем крутить в своей голове, трансформировать, преобразовывать и прочее. И у него начинает развиваться в пространственном мышлении. Ну, если такую работу не проводить с детьми, да, специально, я хочу подчеркнуть, то такой ребенок придет в школу, как вы говорите, совершенно справедливо, он будет выступать как ребенок с замедленным каким-то развитием в области пространственных представлений. Хотя вот по тем же исследованиям Микки Манской, вот эти геометрические представления, это одна из основ вообще развития математических способностей детей. То есть тогда получается вот такое фундаментальное свойство, как вообще математические способности, они имеют некоторую образовательную логику развития, да, но которая как бы не лежит на поверхности, да. Но если использовать определенную программу, то получаются потрясающие результаты, просто потрясающие. Это все верно. Но вот среди этих детишек, которые так хорошо обучаются, тем не менее, и будут детишки, по мере того, как они будут вырастать, это будет все более очевидно. Все-таки с лучшими пространственными представлениями и с худшими. Понимаете? Вот речь-то ведь идет об этом. Конечно, всех детей можно, но учить и нужно. Тем более, что здесь, это старый как мир вопросов, психология соотношения возрастных и индивидуальных особенностей. Вот это наглядное мышление, это особенность этого возраста, да, а потом они будут расти. Будет наглядное мышление уступать место вербально-логическому мышлению. И вот тогда и выяснится, что у одних все-таки сохраняются очень хорошие пространственные способности, а у других они будут ориентироваться, они не заблудятся. Но они у них будут хуже, чем у первых. Понимаете, вот... Здесь вопрос возникает, почему? В частности, еще и потому, что это генетически заданные особенности, и была даже одно время такая гипотеза, что гены, детерминирующие пространственные способности, сидят в эгрекромосоме, то есть мужской. У женщин нет эгрекромосомы. И это очень подтверждается опытом преподавателей на чертательной геометрии. Это легко на дорогах подтверждается, когда женщина блуждает в трех соснах. Это особое дело. На площади у трех вокзалов делает пятый круг, не в состоянии повернуть на левый и на правый. Это особое дело. И вот в технических вузах преподавательные черталки, так называемые, хорошо знают, что у девчонок это все хуже, чем у мальчиков. И уж если нет, так нету. Хотя, конечно... Я тут могу вам сказать, что, конечно, если брать социальную роль девочек и образование... Ну, как? И... Да. Нет. Почему? Если брать вот характер деятельности, допустим, да, девочек и мальчиков, да, ну, просто брать, возьмем, да, то до тех пор, пока там будет доминировать вот этот, скажем, ну, скажем, будут доминировать половые различия как бы вот в идентификации, да, и, соответственно, в тех занятиях, которые там в свободное время и прочее, там можно увидеть, что мальчики больше ориентируются в пространстве, там, в футбол, там, и так далее, да, а девочки больше заняты анализом, там, каких-то отношений человеческих, куклы, там, где вот эти пространственные перемещения не в такой мере представлены. А вот если мы возьмем случай, когда мы действительно начинаем вот в этом направлении работать, то, ну, по крайней мере, какое-то время, скажем так, вот, при соответствующем образовании девочки оказывается достаточно успешной в пространстве, в математике и так далее. Ну, конечно, в детстве, ну, верно, потому что это возрастные особенности, они справедливы и для мальчиков, и для девочек. Но когда они вырастают, и речь будет идти не о возрастных, а об индивидуальных особенностях взрослого человека, вот тут и окажется, что одни хорошие пространственные представления, у других хуже, а у третьих вообще совсем никакие. Ваша покорная слуга такая. Завести в лес, повернуть три раза вокруг собственной оси и считать, что домой не пришло. Не знаю, что вы будете говорить, что это генетические обусловленные. Да. Игрехромосомы нету. У меня есть подозрения. Ну, помимо игрехромосомы существует еще дисфункция полушарий. А это каким образом может влиять на, опять-таки, на вербальный интеллект, невербальный интеллект, на отношения между мужским интеллектом и женским интеллектом? Я вот здесь вот, сторонник Инна Владимировна, считаю, что мозг работает как единое целое. Ну, конечно, как Инна Владимировна, физиология. Мозг все-таки работает как единое целое. Понимаете, уж так у нас разорвали эти два полушария, уж прямо одним мы только думаем, а другим мы только чувствуем. Одно спит, а другое работает. Нет, но доминантность сохраняется, скажем, у мужчин левого полушария. Тут сидели физиологи, которые тоже смеялись над таким разделением четким, уж левое полушарие правое, говоря о том, что все-таки и левое полушарие может брать на себя функции правого в патологических случаях. И правое, и левого. И, кроме того, это не только хомо сапиенс свойственно, это дисфункция полушарная, да, но все же. Вообще асимметрия, у меня лежит автореферат, асимметрия у рыб. Да, 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 да. Конечно, это закон природы. У цыплята, рыб, у птиц и так далее. Но при этом, при всем, доминантность левого полушария у мужчин пока никто не отрицал. Не знаю. Ну вот из тех, с кем мне приходилось говорить здесь, физиолог. Вы знаете, не знаю, вот не могу ничего про это дело сказать, потому что работы есть и такие, и прямо противоположные. А мне больше всего самой импонирует такая точка зрения, по которой все-таки мозг работает как единое целое. И не зря природа придумала корпус колозум, который объединяет две полушария. И не зря каждый глаз представлен в одном и в другом полушарии. И стимулировать одно полушарие – это спецмероприятие для физиолога. Поэтому мне кажется, что тут, ну как в науке бывает, возникла некоторая проблема, увлечение этой проблемой. Ну и немножечко излишне акцентировали эту самую межполушарную симметрию. Наверное, есть акценты некоторые. Не знаю, есть ли половые, но индивидуальные, наверное, конечно, есть. Но есть же люди левши. И ничего плохого в этом нет. Давайте вернемся к теме нашей беседы, да? Насколько все-таки детерминирован генетический интеллект. Какие-то эксперименты проводились для доказательства той или иной точки зрения? Огромное количество. А можно какие-нибудь примеры этих экспериментов привезти? Ну, можно. Есть масса книг, работ, посвященных этому, тысячи. Я не преувеличиваю. К сожалению, они в большинстве своем, за рубежом, по той причине, что у нас все-таки генетика вообще имела очень трудную судьбу в стране. У нас когда-то, в начале 30-х годов, очень интересно начиналась психогенетика в медико-генетическом институте. И вот в ближайшем, в четвертом номере вопроса психологии будет опубликована из архива Александра Романовича Лурия, который начинал эту работу тогда, его статья, которая пока была только в рукописи. Там очень интересный и очень продуктивно поставлен вопрос. Но это было начало 30-х годов. Потом разразилось все, что разразилось. И на много десятилетий у нас это были просто прерваны, эти исследования. Поэтому вся работа в основном зарубежная. Но есть у нас лаборатория, вот работа Марины Сергеевны Егоровой, которая как раз занимается генетикой интеллекта. И несколько лет уже тянет лонгитюдные исследования, одних и тех же близнецов они прослеживают. Начиная с дошкольного возраста, теперь они уже школу кончают, наверное, с 1985-го, по-моему, года ведет их. В целом результат такой вариативности. Надо только одно помнить всегда, простите. Что речь идет о причинах различий между людьми. Именно различий. Отсюда нет перехода к конкретному человеку. Так вот, различия между людьми по интеллекту, которые диагностируются тестами интеллекта, ну, в разных работах по-разному. Но в среднем от 50 до 70% этих различий определяются генами. То есть тем фактом, что каждый из нас генетически уникален. Мы все генетически различны. И вот эти генетические различия между нами определяют различия по интеллекту. Ну, вот процентов от 50 до 70 это калибрится в разных работах. Непонятно, как мы только встречаемся при этом. Очень хорошо, мы встречаемся прекрасно, потому что, ну, о чем речь-то идет. Вот, ну, кроме того, всегда констатируется влияние среды. Причем в генетике выделяется два типа сред. Общая среда, имеется в виду, прежде всего, общесемейная. И индивидуальная среда. Вот, общесемейная среда делает членов одной семьи более похожими друг на друга. Это социоэкономический статус семьи, там, соответственно, образование, которое дети могут дать. Это стиль семейных отношений, авторитарный, там, демократический, теплый, ограничивающий и так далее. А индивидуальная среда – это та, которая делает членов одной семьи непохожими. В нее включается все. Один переболел ребенок, а другой нет. Один одним увлечен, а другой чем-то другим. Разные друзья, разные отношения, там, и так далее. Это индивидуальный опыт, по сути. Да, фактически это индивидуальный опыт. Так вот, в очень большом количестве работ показано, что в детстве влияние наследственности и общей среды имеет значение. Начиная примерно с предподросткового и подросткового возраста, резко сходит к нулю практически. Влияние общесемейной среды увеличивается влияние наследственности и индивидуальной среды. И это в очень большом количестве работают, очень надежные данные. Они настолько надежны, что один из ведущих всех генетиков, мировых, профессор Плумин, тут вот недавно писал, что теперь уже нет смысла заниматься генетикой интеллекта вот так. То есть ставим вопрос, насколько наследственность важна, насколько среда. Нужны делать следующие шаги какие-то. Ну вот, при этом есть очень интересные данные, где сравнивается наследуемость вот так называемого общего интеллекта, ну вот о чем говорил Николай Георгиевич, и отдельных способностей, пространственных, математических, там, вербальной беглости слов, арифметических. Ну и там получается, что вот этот общий интеллект больше зависит от наследственности, есть какая-то общая способность. Ее сейчас психологи, наверное, не могут надежно диагностировать, да? Я так понимаю. И она лежит, вот она больше генетически задана, чем эти вот отдельные способности. И даже больше того, простите, есть один парадоксальный факт, который пока не имеет объяснения, но он воспроизводится надежно. Вербальный интеллект оказывается больше зависим от наследственности, чем невербальный. То есть, наоборот, тому, чего... Хотя казалось бы, да, 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 да. Речь это абсолютно культурные произвели. Да, да, да. Ну, есть хунский. Да, ваши комментарии. Я бы прокомментировал, исходя из тех исследований, которые мы проводим. И вот здесь есть... Мне кажется, что ресурс образовательный настолько велик, что когда мы говорим о генетических детерминантах, в настоящее время, может быть, вот когда там этот геном будет полностью расшифрован, да, и можно будет каждый ген как-то там отследить и сопоставить, может быть, там ситуация изменится. Но в настоящее время, вот даже вот возьмем такую... Там можно посмотреть по дошкольникам и, допустим, по подросткам, старшим подросткам. Вот именно в плане интеллекта. Что вот мы увидели? Мы увидели следующее. Ну, я вот не буду сейчас рассказывать всю эту теорию, этого вопроса, но мы увидели, что ребенок старается использовать те средства для решения задач, которыми он хорошо владеет. А система образования, допустим, в которой ребенок демонстрирует свой интеллект, она может эти средства игнорировать. Ну, как бы ориентируясь... Да, на совершенно... Плошный рядом. Не так решил задачу, да? Ну, здесь даже немножко потоньше ситуация. И тогда получается, что ребенок вот этот, который с этими своими как бы средствами, он оказывается как бы в другой ситуации. Понимаете? Он выпадает из ситуации урока, там, допустим, да, или из ситуации занятия. Я уж не говорю про педагогов и их индивидуальные особенности. Вот. Но если нам удается, как бы, вот привести в соответствие вот эту вот возможность детей... Замечательно. Да. Возможности детей и обучения. Замечательно. Да. То мы тогда видим потрясающие результаты, как на уровне, хочу подчеркнуть, дошкольного возраста, так и на уровне... Вот у меня есть такой экспериментальный Красноярский педколледж номер два, с которым мы давно сотрудничаем. Замечательные результаты получаются. Если мы берем именно... Но в таком контексте тогда образование выступает совсем в другом качестве. Понимаете? Это не просто трансляция чего-то, вот как мы тут перед этим говорили. А это еще и нужно понять, кому мы транслируем и что... Совершенно замечательно и совершенно не противоречит генетике. Это не противоречит генетике, но это противоречит образу жизни, по крайней мере, который мы ведем. А вы, когда определяли интеллект, упомянули еще, что интеллект прямым образом скоррелирован с адаптивностью к среде. Я понимаю, извините, я вас привыкнула. Дело в том, что это на первом шаге. Понимаете? Ведь если вы начинаете читать книгу, где вы не понимаете с самого начала, да, то вы эту книгу и не будете дальше читать. Потому что, ну, в ситуации абсурда находиться, как бы бессмысленно. Тогда вы откажетесь. А если вы начинаете читать книгу и структуру начинаете понимать, то дальше вы выходите на уровень совершенно адекватного интеллектуального движения, как бы... И вот, я бы сказал, выравнивания. То есть лучше подтверждение генетики придумать невозможно. Но я ничего не скажу, как генетика. И сейчас расскажу, почему. Существует в генетике, ну, уже лет 20, наверное. Такая концепция, она даже обозначается интересно. От генов к среде. Вот гены, стрелочка, среда. Обычно мы наоборот, среда действует на гены. А тут наоборот. Речь идет о том, что человек склонен выбирать среду, соответствующую его генетической индивидуальности. Он не знает, конечно, что у него в генах. Но если вот эта генетически заданная индивидуальность, в одной среде мне комфортно и я успешно... Она выступает как психологическая для субъекта. Конечно. Ну, соответствующая, конечно, его знаниям на данный момент. Но и его какой-то генетической индивидуальности. Одному более образную, другому более вербальную, одному более эмоциональную, другому там... Темпы индивидуальные, высоко генетически заданные. Одному можно побыстрее, а другому надо то же самое, но помедленнее. Они не глупее один другого. Просто один имеет более высокий темп, а другой более низкий. И сейчас есть даже физиологические исследования. Вот они опубликованы, в частности, в последнем номере журнала «Иностранная психология». О генетической заданности тех физиологических особенностей, которые определяют скорость решения интеллектуальных задачек. Это физиология, от которой зависит скорость проведения нервного импульса, соответственно, формирования нервных сетей, а, соответственно, скорость решения задачки. Понимаете? Поэтому вот то, о чем говорит Николай Евгеньевич, это вообще прекрасно совершенно. И это абсолютно соответствует генетике. И это означает, что надо учителям нашим, или так воспитывать учителей, такие условия им создать, чтобы они могли действительно индивидуализировать подход к каждому ребенку. Ну, тут есть, на мой взгляд, противоречия. Потому что интеллект, психика человека устроена таким образом, что он всю свою жизнь занимается тем, что адаптирует среду под себя индивидуально. Если он имеет возможность это делать. А возможность это напрямую связана, то есть успешность, с которой он это делает, как показывают тесты, с интеллектом. То есть, ну, мы же с этого начали, что чем успешнее человек в школе или на предприятии, где условия не заточены под него, где никто индивидуально к нему не обращается, где он собственным интеллектом пытается эту среду адаптировать под себя, тем выше у него интеллект. Здесь мы рассматриваем картину прямо противоположную. Подходя к ребенку индивидуально, немало не задумываясь над тем, какой уровень интеллекта, какой уровень способности в него заложен, мы изначально помещаем его в тепличные условия. Почему? Ну, потому что мы адаптируем среду под него, без его усилий. Адаптируем среду под него и говорим, развивайся. Ребенок начинает развиваться гораздо лучше, чем, но не получает одного из основных навыков, который был зафиксирован в системе обучения, который назывался царская гимназия, который заключался в том, вот мы наговорили до начала, в очень простой вещи. Хочешь, не хочешь, это надо сделать. Ты не понимаешь латыни, ты не понимаешь ее, ты ее должен зубрить. На 10-м году зубрежки ты начинаешь понимать, что было прочитано до этого. Ты открываешь книгу русского писателя, где первые три страницы были по-французски, ты не понимаешь, но ты должен это прочесть. И ты к концу книги понимаешь, что это великое произведение. Здесь же, изначально адаптируя среду под ребенка, вы решаете его возможности проявить одну из способностей интеллекта, адаптивную. Разница в возрасте, во-первых. Нет, а потом адаптируются дидактические приемы, а не содержание. Конечно, нет, вопрос так не стоит. Понимаете, во-первых, вряд ли там ребенку двух лет вы будете давать латынь, да. Не будете же давать. А мы видим индивидуальные особенности детей, как бы и движение, как бы решение задач. Одни совершенно, просто, ну скажем так, существует три таких фундаментальных класса задач. Это освоение нормы, как вы говорите, там некоторые, да. Другой совершенно тип задач, проявление своего отношения. И третий тип задач, некие задачи на преобразование. Поэтому вот уже мы можем видеть очень рано, очень рано, что дети делятся, как бы вот, на предпочитающих вот то, что вы говорите, осваивать норму. Ну, в детском саду это не латынь, но, допустим, какой-то образец, который... И они с удовольствием это делают. Вот у нас, кстати, познавательные вот эти индивидуальные различия проводили исследования несколько лет. Вот. Есть дети, которые предпочитают выразить свое отношение, там, изобразить что-нибудь, там, и так далее. А есть те, которые стремятся переделать, говорят, нет, мы будем делать по-другому. Нам это... Понимаете? И там разные механизмы, но, как вы совершенно правильно говорите, все равно правила нужно знать. И, конечно, разные ресурсы привлекаются для освоения этих правил в одном случае, а в другом для их преобразования, а в третьем для выражения своего отношения. И здесь мы встаем перед задачей гармонизации интеллекта. Вот. А когда мы его начинаем гармонизировать, да, и если, там, другие возраста не начнут эту гармонизацию разрушать, то тогда интеллект развивается достаточно высоко. Но гармонизировать вы будете индивидуально, у каждого по-своему. У нас, да, а потом они попадут в среду общую для всех и сядут за стол, где условия диктует им, да, не педагог, который индивидуально относится к этому. Человеку, а общество, которое стирает индивидуально развитие. Да, у нас, извините, у нас есть звонок, да, он просто из другого города, это я знаю. Давайте послушаем. Да. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Из Самары я звонил. Вот я слышал, что американцы проводили такой эксперимент. Они брали ребенка из племени индейцев, которая находится еще в каменном веке, и помещали в современную, так сказать, среду. И этот ребенок, ну, младенец практически, развивался где-то совсем здесь ненормально до уровня развития третьего класса примерно. Если это генетически не связано, то с чем это может быть связано? Вот такой вот вопрос. Спасибо. Не поняла, что он старше третьего класса развивался, что ли? Вы знаете, вообще, если вы слышали что-нибудь о таких экспериментах, есть смысл отвечать? Если нет, то нет. Я об этом эксперименте не слышала. Я могу только сказать одно, что, ну, есть набор генов, которые свойственны всему виду Homo sapiens, и поэтому ничего удивительного в том, что ребенок из какого-то племени, воспитываясь в другой цивилизации, в другой культуре, будет овладевать этой культурой, овладеет успешно, ничего удивительного в этом нет. Есть такой хрестоматийный пример, Маргарет Митт описывала его тогда, с девочкой, или с племени Гуайкилов, и так далее. Там основная идея, я так спутно сейчас помню, основная идея в том, что когда вот исследователи, этнографы приближались к этому племени, они быстро снимались и уходили. И вот они бросили этого ребенка, которого потом взяли на воспитание, там француз, этнограф, и вырастил нормального ребенка. Просто есть две группы вопросов, которые приходят сюда на пейджер. Одна из них выражена в очень агрессивной форме. Господин Гордон, дожимайте из своих собеседников конкретный ответ на вопрос о том, что есть люди бездарные и талантливые. Ваши собеседники никак это не хотят признать. Кухаркины дети не станут художниками. Вот вашу реакцию можно услышать об этом. Все ли люди одинаково талантливые? Вот я достаточно жестко и корреляю отвечу на этот вопрос следующим образом. Что человека можно поместить в такую среду, когда любая генетика не позволит ему стать талантливым. Понимаете? Можно поместить его в такую среду. То есть любые гены для того, чтобы они реализовались, требуют адекватной данным генам среды. И с другой стороны, мы можем сказать, что человека, но хотя вот если вот этот зритель внимательно слушал Инну Владимировну, он должен был услышать, что все мы индивидуальны, генетически. И в этом смысле тогда, все-таки, если мы все индивидуальны, то реализация потенциала, если мы все индивидуальны, во многом обеспечивается соответствующей средой. То есть если среда поддерживает индивидуальность и дает ей возможность реализоваться, тогда она реализуется. Индивидуальны-то мы индивидуальны, но есть же типологии, есть тип характеров, есть определенные типы развития. Это, во-первых, статистические группы, во-вторых, ну типы характеров, мы там возьмем сангвиников, липматиков и прочих, но ведь у них будут внутри сангвиников разные интеллекты, внутри сангвиников разное внимание, разная память и прочее, прочее, прочее. Поэтому человек как целостная индивидуальность действительно индивидуален, если он одинаковый по темпераменту, он разный по интеллекту, он, в смысле другой по интеллекту. Если у кого-то одинаковый темперамент и интеллект, у них будут разные характеристики памяти и так далее. Что же касается детей-кухарок, то мне кажется, что это довольно оскорбительная постановка вопроса, я прошу прощения. Значит, и я думаю, что среди тех, то ли 100, то ли 60 тысяч генов, это просто пока как-то не очень понятно, которые есть в каждом человеке, гены какой-нибудь одаренности есть. Важно найти какой. Вот это как раз следующий вопрос, на который я прошу вас ответить после рекламы, который неминуемо приближается. Звучит он так. Существует ли связь между талантом и интеллектом? Ведь возможно такое, что очень талантливый художник не пройдет простейших тестов на IQ. Задает вопрос Артем Борск-Краснодара, но ответим мы на него сразу после рекламы. Я только еще хотела потом продолжить одну вопрос. Да, конечно, у нас сейчас три с половиной рекламы, потом отвечать на вопросы, можно продолжить. Процесс, что... Процесс, что... В разных странах при разных типах обучения. В одной и той же стране, там в Норвегии, там с интервалом 60 лет, там произошли очень большие изменения в типе образования. Нет, нет, IQ изменился, а вот коэффициент наследуемости и вариативности не изменился. Американцы посчитали, вот недавно как раз я смотрела работу у них, в результате там массы всяких мероприятий, с каждым поколением плюс 9 баллов интеллекта. Общий интеллектуальный уровень населения поднимается, а коэффициент наследуемости тот же самый. То есть, понимаете, он будет один на высоком уровне интеллекта и на низком уровне интеллекта. Но там будут индивидуальные различия, и здесь будут индивидуальные различия. Ну вот в эти цифры американцев, про подъем каждого поколения на 9 пунктов, я с трудом верю, по одной простой причине. Я нашел, когда был в Америке, тест для, если я не ошибаюсь, пятого класса школы, датируемой 1890-м годом. Средняя школа какого-то города Нью-Джерси. И там был общий тест, куда включались вопросы и по истории, и по географии, и по математике, и по литературе. Такое буквально на две странички. Я попросил учителей средней школы города Нью-Джерси ответить на этот тест сто лет спустя. Пять человек отвечало на этот тест, три дамы и два мужчины. Средний показатель 30%. Это критериально ориентированный, наверное, тест на какую программу того времени. На вопросы такого типа я ответил бы философски, как ответил философ Алексеев, наш известный. Он говорил, что человек всегда думал достаточно хорошо, иначе бы он не вышел. И в этом смысле человек всегда имел какой-то потенциал интеллектуальный, который в том или ином виде реализовывался. И поэтому вот говорить о приросте интеллекта как некоторой врожденной способности... Нет. Мне кажется, это очень смело. Нет, речь не об этом идёт. Речь идёт о том, что в развитии интеллекта, конечно, обучение, образование, даже питание играет огромную роль. Конечно, да. Потому что нервная система иначе формируется. И сейчас есть работы, по которым эта масса кишечных детских заболеваний снижает интеллект. Ну, вообще заболевания снижают интеллект. Но, да, но, вот на любом уровне интеллекта, средний интеллект может быть низкий, может быть средний, может быть высокий, но люди будут разными и на одном, и на другом, и на третьем уровне, и вот эти различия между людьми всё равно на 50-70-80% определяются тем, что они генетически различны. Здесь вот... И знаете, ещё, простите, Николай Генетич, что очень важно, мне кажется, подчеркнуть как-то, это то, что генетическая обусловленность не означает неизменность. Вот когда почему-то очень хочется услышать. Вот если что-то... Давайте мы сейчас дождемся, когда будет эфир, да, обязательно на этот вопрос отвечаем. Это вот надо обязательно, потому что... Да, мы в эфире, и сначала давайте на вопрос Артёма из Краснодара ответим. Всё-таки о том, существует ли связь между интеллектом и талантом. Понимаете, вопрос сложный, но я бы сказал вот что. Что за всем этим ещё стоит некая социальная оценка. Социальная оценка успешности. Вот если мы вспомним вот этот вот американский фильм «Форест Гамп», да, то там оказывается, что вот этот человек с невысоким интеллектом, он, оказывается, был талантлив и даже по-своему успешен. Хотя, скажем так, тесты на IQ, там, ну, трудно сказать. Ну, вот это современная американская мечта, современная американская сказка. Я думаю, что... Да, ну, да, да, конечно, тут есть... Это идеологически абсолютно... Да, это может быть некоторая идеология. Ну, ведь совершенно понятно, мне кажется, что если мы будем говорить о творчестве человека, да, что мы объявляем ценностью? Если мы объявляем примитивистов в художестве, ну, в живописи, да, ценностью, то тогда, в общем, строго говоря, от них интеллекта не требуется, высокого интеллекта, а от них требуется решение особой культурной задачи. Ну, допустим, там, выразить свою индивидуальность, да, теми средствами, которые доступны в данных условиях. Поэтому вот я бы хотел, вот, приответь на этот вопрос, развести, собственно, интеллект, как решение определенного класса задач... В культурном контексте. Да, в культурном контексте, да, и некоторые социальные оценки отдельного человека. Особенно для живописцев, мне кажется, это вообще одна из задач профессионального становления, попасть, как бы, в эту социальную... Вы знаете, мне кажется, здесь есть еще одна вещь. Вот что человек понимает под талантом? Если речь идет о так называемых специальных способностях, вот живописных, математических, там, музыкальных каких-то, это одно. Если он понимает под этим то, что называется психологией креативностью, то есть творческостью... То это другое. Это совсем другое. Вот связь специальных способностей интеллекта или связь креативности интеллекта, это совсем разные вещи. Я думаю, интуитивно, полагаю, что речь идет о креативности. Если речь идет о креативности, ну вот я, так сказать, может быть, последнюю работу не очень знаю, но в целом картины... Там очень разные и очень противоречащие друг другу результаты. Но вот есть тесты на креативность некоторые, и когда их сопоставляют с тестами интеллекта, то получается так, что на низшем и средних уровнях интеллекта есть связь. Чем выше интеллект, тем выше креативность. А вот при очень высоком интеллекте, там такая связь пропадает. Там может быть высокий интеллект и низкая креативность. Но это речь идет о креативности. Ну когда мы говорим о креативности, ну вот допустим, мы можем взять один из показателей креативности, это коэффициент оригинальности, например. И казалось бы, что коэффициент оригинальности является как бы достоянием сугубо индивидуальным, и он не развивается. Но мы проводили такие исследования, и можно было фактически с помощью, опять-таки, определенным образом организованного образования увеличивать коэффициент оригинальности с возрастом очень сильно. То есть фактически развивать креативность. Ну вот, если можно, я тут тогда затрону одну еще. Да, прежде чем вы затронете, вопрос так или иначе касается того, о чем вы хотите говорить. Будь косвенно касается. Можно ли говорить о среднем уровне интеллекта в культуре народа, и заключаются ли разницы между культурами и их путями исторического развития в разнице их средних уровней интеллекта? О среднем уровне интеллекта можно говорить постольку, поскольку есть тесты, адаптированные к данной культуре, к данному языку и ко всему. То есть, грубо говоря, те тесты, которые пройдет выпускник американского колледжа, негр из деревни пройти не сможет, потому что это не адаптировано. То есть, это другая культура. И наоборот. И наоборот. И у нас мы проделали одну работу, мы тесты, адаптированные в Москве и в Петербурге, применили в трех небольших городках Архангельской области. И распределение оценок получилось совершенно другое. Какие-то тесты тем детишкам очень трудны, отдельные задачи. А какие-то они решали гораздо лучше, чем русские дети. Понимаете? Поэтому, ну это банальности для диагностики психологической. Любой тест должен быть адаптирован к данной культуре. И вот так лихо взять, просто перевести иностранный тест на русский язык и считать, что тем самым я все сделал, это просто абсолютно непрофессионализм. Но это все равно, что перевести стихотворение из одного языка на другой. Понимаете? В прозе. В прозе, да. И не передать ему стихотворную форму. Да. Вот. Поэтому в ответ на этот вопрос, он может быть такой, что в тех пределах, в которых есть тесты, хорошо адаптированные к данной культуре, мы можем сказать, что да, наверное, есть какие-то. Но хотя надо сказать, что всякие тесты ведь имеют искусственную серединку. Вот 100 баллов интеллекта, они будут в любой культуре 100 баллов интеллекта. Но это будет 100 баллов этой культуры и 100 баллов другой культуры. То есть на самом деле они будут измерять индивидуальные различия внутри данной культуры. Там они строятся таким образом, да, что вот 100 баллов для данной культуры. А дальше нам нужно смотреть, как наши 100 балльники адаптируются к той культуре, когда их туда выпускают, и как те адаптируются к нашей культуре. Ну, есть некоторые математические методы, там, перевод в относительные единицы. Ну, это да, но это все несколько условий. Да, но я вот что, если можно, я хотела бы сказать вот в ответ на то, что Николай Генжи говорил. Очень, по-моему, важная вещь. Почему-то мы склонны к генетической обусловленности чего-нибудь относиться, как к тому, что то, что генетически задано, то неизменно. Оно растет навсегда. Оно растет навсегда. Вот так цвет глаз, цвет волос. Таким родился, таким умрешь. Ну, разве что посидеешь, а больше ничего, да? Так вот, дело все в том, что на самом деле даже высокая генетическая обусловленность не отрицает возможности развития. И не только не отрицает, а саморазвитие заложено в генетической программе. И саморазвитие часто идет, ну, не часто, а частично идет по генетической программе. Идет созревание биологическое, вот созревание нашей центральной нервной системы, оно же очень долго продолжается. И оно в основном идет по генетической программе. То есть гены наши не только не отрицают возможности развития и специального формирования чего-то, а это заложено туда. Вот если у нас заданы это самые нормы реакции, то и если это норма реакции у каждого гена, а их сотни, это же широчайшие возможности для изменений. Генов сотни, которые детерминируют интеллект. А потом, если говорить о гетерохранности развития, то тогда вообще там возникает... Гетерохранение развития, да, и все прочее. То есть надо понять, что когда речь идет вот об этих мультифакторных признаках, так называемых, которым принадлежат все психологические признаки, то генетическая обусловленность о чем говорит? Только о том, что различие между людьми в данной группе людей, в данной популяции, в данной культуре, вот на столько-то процентов, 50-70, определяется тем, что они все генетически различны, эти люди. И это совсем не означает, что это нельзя изменять сознательно, что это не изменяется в процессе развития, естественно. Понимаете, поэтому тот факт, что вот мы взяли, обучили, и все изменилось, это прекрасно, но это ничему не противоречит. И вот я хочу сказать, что есть такие работы, их немало, когда-либо в одной и той же стране с большим интервалом в десятки лет проводилось исследование вот относительно генетической обусловленности интеллекта. А за эти десятки лет сильно изменилось правило школьного образования, например. Вот вначале были те же самые 50-60-70 процентов, и через 60 лет опять то же самое. Такие исследования проводятся вообще в разных странах, с разным типом обучения. Результаты монотонно один и тот же практически. С разным типом обучения, с разными правилами воспитания, в разных культурах. Результаты практически один и тот же. И американцы, которые полагают, что там у них, ну вот в результате всяких специальных мероприятий все-таки растет общий интеллектуальный уровень населения, а коэффициент наследуемости интеллекта один и тот же. Ну, с цифрами они играют. Я честно говоря, я не верю, что у американцев растет средний уровень интеллекта. Как вообще средний уровень интеллекта. Нет, ну если тот уровень интеллекта, который меряется с тестами, почему бы и нет? Да. Вопрос вот какой, если позволите. Бернард Шоу как-то сказал в ответ на протязание какой-то светской львицы, красавицы, когда предложила она ему родить совместного ребенка, чтобы он был таким же красивым, как она, и таким же умным, как он. Он сказал, вы не боитесь, что получится наоборот. Были какие-то работы о том, каким образом наследуется предрасположенность к повышенному или пониженному интеллекту? То есть, грубо говоря, выше ли шанс умных родителей получить умного ребенка? Ну, то есть, грубо говоря, у родителей, у которых выше уровень интеллекта, получить ребенка с более высоким уровнем интеллекта, и наоборот. Здесь очень трудно развести культурные генетические факторы. Очень трудно развести. И поэтому, ну, как бы, вроде бы, можно говорить о генетических факторах, но в целом многое зависит от культуры. И мы видим, что дети математиков могут, как правило, легко стать математиками. Ну, нелегко, скажем так. Нелегко, да. Но могут. У них есть шанс стать математиками. Ну, и так далее. Дети музыкантов, музыкантами шахматистов, шахматистами. В этом плане. Я бы хотел сказать, что здесь дело не в том, что особый интеллект, как некая общая универсальная способность, а существует культура, в которой ребенок очень рано начинает осваивать. Ну, да, династии те самые. Да, те самые династии. Ну, знаете, династии обычно это все-таки специальные способности, которые имеют тоже генетическую основу. Мне кажется, здесь даже немножечко в другом вопрос. Но вот родители имеют невысокий интеллект. И опять речь идет, конечно, об интеллекте, который тесты измеряются. Разумеется. Так вот почему он у родителей невысокий? Потому что у них гены такие? Или потому что у них среда была такой у родителей, что она не дала развиться, ну, каким-то там генетически заданным способностям? Понимаете, поэтому считать, что теоретически, да, если люди обладают какими-то там особыми генами, то вероятность того, что и дети эти гены получат, выше, чем в той паре, где таких генов нет. Хотя гены перекомбинируются по случайному закону, и гарантии, что они получат эти замечательные гены, никаких. Понимаете, хотя у Баха, кажется, было 20 детей, и они все музицировали. Но Иоганн Себастьян-то один. Ну да, у матери Моцарка было 14 абортов. Вот. Получился, да. Понимаете, поэтому, конечно, выше. Выше, если у человека, вот, семья Бернули описана, знаменитые математики. Сколько они там, 15, что ли, математик в миру дали. Вот. Но это теоретически выше. А практически, то есть, есть даже некоторая корреляция между, она так и называется, генотип-средовая корреляция, люди обладатели более высокой среды, лучшей среды, они же обладатели лучшего генотипа. Ну и... Ну тут половая отбор действует. Да нет, тут просто непонятно, что первое, что причина, что следствие, понимаете. Угу. Ну вот. Поэтому теоретически можно, ну как по аналогии с заболеваниями, но ребенок может получить гензаболевание в том случае, если это наследственное заболевание, если у родителей он есть. Если у родителей нет, то и бояться нечего. Ну если там случайная мутация какая-то не возникнет. Вот. Но на самом деле мы не знаем, почему у родителей низкий интеллект. Может, плохая среда была. Поэтому вот вопрос о кухаркиных детях, по-моему, глубоко не корректе. Угу. Мы еще раз преградуемся на рекламу, а когда вернемся, останется время для того, чтобы обсудить как раз, какая же система образования в конкретной стране, в конкретное время. может считаться эффективной для сравнивания интеллектуального уровня. Разнообразная. Сколько у нас чистого времени остается после рекламы? Пять минут. Вот если иметь в виду, что каждый человек генетически уникален, и что никакой генотип не работает, если нет нужной ему среды, то каждому уникальному генотипу должна соответствовать его уникальная среда. Это верно. Для этого среда должна быть обогащенной, разной. Ну, вот те же самые эксперименты с близнецами, они ведь дают странные какие-то результаты, насколько я понимаю. Какой смысл? Ну, итальянские, американские эксперименты, где близнецы, оказавшиеся в разных семьях, сравниваются в зрелом возрасте все-таки. Процент сходства в развитии, несмотря на то, что среда абсолютно разная, очень высокий. Знаете, есть эквивалентные среды. Вот, будучи в разных средах, они, генетически одинаковые люди, будут выбирать для себя аналогичные вещи. То есть, так или иначе, адаптировать по среду под себя, поскольку он не говорит. Адаптирует, выбирает по среду. Видите, что же про это говорится. Человек выбирает, да, где ему комфортно. Да, 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 психологически комфортно. Адаптирует по среду под себя, да, да, конечно. Хотя это очень такие впечатляющие работы, эти разлученные монозигутные близнецы. Но есть и работы такие, которые анализируют, реанализируют имеющийся материал. Во-первых, там выясняется, что не так много пар были разлучены в раннем детстве. Не так много пар, которые на самом деле никогда не встречались. То есть, слухи преувеличены. Да. Не так много пар, вернее, многие пары разлучались таким образом, что один оставался у родителей, а второй отдавался родственникам родителей. То есть, среды схожи еще и по семейным. Ну да. То есть, это... Ну хотя, все равно, все равно это все прекрасный, очень интересный материал. И поскольку он тоже монотонно воспроизводится с начала 30-х годов и до наших дней, результат удивительно монотонный. Поэтому, конечно, там много... Ну вот это доказательство того, что гены... Ну здесь вот можно вспомнить как раз этот эксперимент Лури по монозеготам, близнецам. С речью? Нет, не с речью, а он обучал детей двум типам конструирования. А, конструирования, да. Ну там два типа конструирования. Один тип неэффективный. Копирование простое, да. А другой... Ребенок думать должен. Да, ребенок должен был думать. Как бы... А потом предлагались... В течение двух месяцев он, по-моему, обучал их там. А потом предлагались тестовые задания. И оказалось, что те дети, которые обучались, вот более эффективным способом, они естественно решали более сложные задачи, более разнообразно, там, более адекватно и так далее. Поэтому здесь все как раз говорит о том, что возможности... Там ребятишкам пятилетним давали постройки из кубиков. Один близнец видел, где какой кубик стоит, лежит. А другому давали то же самое, только заклеенная бумага. Он видел только контур. И должен был сам подбирать кубики и методом проб и ошибок. И вот этот второй, который методом модели у них, это она называлась, который все время учился именно так, потом, когда им дали кубики и сказали, теперь стройте что хотите, сколько хотите, вот этот второй строил гораздо более интересные постройки. Чем первым. Чем первым. Несмотря на то, что они близнецы. Несмотря на то, что они близнецы. Но все-таки, как вы сказали в рекламной паузе, все эксперименты, которые проводились над разлученными, монозьготными близнецами, результаты получаются достаточно монотонными, устойчивыми. Да. Что как бы не менялась среда, они адаптируют ее... Ну, вероятно. Да, по среду более комфортной для себя и имеют схожие пути развития. Да, во всяком случае, по интеллекту у них очень высокое сходство. Угу. У этих разлученных монозьготных близнецов. Ну, это бы... Все-таки, да. Понимаете, вот я здесь сторонник все-таки образовательных воздействий. И моя практика показывает, и вот работы сотрудников, с которыми я работаю, что возможности организации образования и влияния на интеллектуальное развитие просто колоссальны. Правильно. Просто колоссальны. Правильно. Да. И вот совершенно очевидно, вот для меня сейчас, вот если говорить об организации системы образования, совершенно очевидно, что образование должно транслировать какие-то универсалии, культурные универсалии. Для меня, вот я сейчас не хочу это определять, но, по крайней мере, это понятно. Дальше, безусловно, образование должно поддерживать детскую интеллектуальную инициативу, если мы говорим об интеллекте. Это тоже, это должно быть некой образовательной ценностью. И образование, кроме всего прочего, должно обладать преемственностью. То есть, то образование, которое дается на разных ступенях, оно не должно проходить по принципу, там, прошел и забыл, да, и теперь следующая ступень. А вот первая ступень должна иметь в виду последнюю, а последняя должна каким-то образом рефлексивно относиться к тому, что было. Вот тогда... Многоступенчатая ракета. Да, да, ну, там ракета-то она отделяется и навсегда, а здесь все-таки, чтобы это все учитывалось. Абсолютно поддерживаю все, что сказал Николай Евгеньевич. Вот. И все это будет очень эффективно, если педагоги и все, кто связаны с воспитанием, образованием детей, будут индивидуализировать это все. Но это важно только в том случае, если педагоги сами будут воспитаны в системе образования, как он прилагает Николай Евгеньевич. И если им будут условия такие предоставлены, что они смогут индивидуализировать. Но индивидуализировать, это означает учесть генетически заданную индивидуальность. Понимаете? И опять это просто к тому, что генетически заданное это ни рок, ни фатум, ни судьба. Понимаете, это не неизменность. Это только высокая индивидуализированность. И вот обучение, воспитание будет тем успешнее, чем лучше будет учитываться вот эта индивидуализированность. И то, что раньше когда-то, ну, было, по крайней мере, формальным таким постулатом нашей педагогики, индивидуализация обучения и воспитания, я не знаю, насколько оно на самом деле там реализовывалось, честно сказать. Вот. Но это ведь абсолютное условие, не обязательное условие успешности любого обучения. Ну, так что речь только про это идет. И это очень важно понять. Но здесь должно быть и, конечно, некоторая универсализация. Ну, конечно, возрастная универсализация. И, безусловно, вот поддержка инициативы, это и есть поддержка индивидуальности, если уж на то пошло интеллектуально. Потому что каждый двигается в своем направлении, как он понимает. Правильно. Ну, только среда должна быть такой разнообразной, чтобы вот эта вот активность и инициативность, чтобы было куда ее направить в соответствии с моим вот индивидуальностью какой-то. Поэтому среда должна быть максимально разнообразной. Ну, это требует от педагогов определенной готовности. И от педагогов, конечно. И большой отдачи. В педагогах так учить надо студентов. А насколько переносим все-таки опыт вот этой вашей экспериментальной школы уже сегодня на обычную среднюю школу, скажем, московскую? Ну, вы знаете, опыт переносим при условии, что его другие, скажем, педагоги желают его осваивать. Потому что одно дело мы декларируем, а другое дело как бы жить, да? И если педагог профессионален, он не может, знаете, я здесь вот пришел на эти 45 минут, я вот здесь вот педагог, а потом я ушел, все сознание освободил и пошел заниматься своими делами. Педагогика – это способ жизни. И когда люди начинают осваивать эту систему, и когда они видят, что от них требуется, в общем, саморазвитие, самоизменение, то не все готовы, конечно, к этому. Особенно за 500-800 рублей. Нет, не в этом дело. Вот это я скажу, что это, конечно... Педагоги вынуждены подрабатывать, просто у них на что не хватает ни слова времени. Я это понимаю, принимаю, потому что это для всех актуально. Но основная идея, мне кажется, что все-таки педагог настоящий, он должен меняться вместе с детьми. Вот если он проживает с детьми вот эту жизнь, отдает себя все детям, придумывает, творит и так далее, тогда, конечно, он будет осваивать систему. А есть такие педагоги, которые, ну, и это тоже имеет право на существование, которые, как вы говорите, вот в случае латыни, там, пришел по списку, все зачитал. Очень четко, точно, методично, инструктивно, без всякого чего-то индивидуальности. У меня, знаете, такой был случай. Мы специально работали вот по программе определенной активизации одаренности в детском саду. Вот. И мы вырастили группу одаренных детей. Это Новоуральск, это город. Группа одаренных детей. И дальше возник вопрос, а что дальше с этими детьми делать? Вот мы их вырастили в детском саду. Там интересные процессы были, потрясающие. Вот. И куда их передавать? И вот мы там пришли в одну школу. А нам там говорит директор. Говорит, а мне все равно, ваш ребенок одарен или не одарен. Он должен мои требования выполнить. И все, понимаете. С другой стороны, мы заканчиваем передачу. Да, та же самая царская гимназия, о которой мы говорили. Да, при всей унификации, да, при абсолютном безразличии к индивидуальности ребенка, дала потрясающие образцы воспитания, которые составили цвет и русской науки, и русской литературы. Ну, и наша старая школа. То есть, вы хотите сказать, что Пушкина сильно научили математику? Ну, вот уж это... Пушкин ее не знал. Понимаете, это благодаря или вопреки? Ну, в общем, да. Вот в чем дело. Но мне что, мне тоже кажется, буквально последний. Вопреки это тоже часто благодаря. В общем, да, конечно. Но вот мне хочется еще сказать вопрос о педагогах и о среде. Конечно, нужно приложить максимум усилий, чтобы воссоздать кружки в школах. Когда вы говорили, да, я вспомнил дворец пионеров просто, да, вот это разнообразие возможностей, пусть формализованных, да, пусть разведенных, да. Да, но когда ребенок приходит, и он и здесь может, и тут, и так. Конечно, конечно. Спасибо вам большое. Все, программа закончена. Отлично. Ладно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.